В Щелкове стартовали работы на важных объектах строительства и благоустройства. На личном контроле главы района реконструкция сквера Пушкина и набережной вдоль улицы Шмидта. И, конечно, Алексей Валов отметил начало строительства школы в микрорайоне Солнечный. Завершить строительство планируем 4 квартал 2019 года, но, скорее всего, немножко пораньше это будет. К 1 сентября, я думаю, 2019 года школа будет работать. Поэтому будем подгонять и по графику исполнения работы, и по срокам ввода в эксплуатацию. Говорили на совещании о делах сезонных. 1136 ям выявлено в этом году на дорогах района. Завершается их ремонт, по срокам отстает Фрянова. Там запланирован конкурс на подрядные работы. На Фряновском шоссе в поселении ведутся работы капитального характера. Сейчас будут менять самый проблемный участок из тех, в которых осталось. Это от 2 окружного проезда. Его отфрезеруют положено в асфальт, и проблема эта снимется. Второй год управляющие компании ведут ремонт подъездов. План первого полугодия – 33% или 297 подъездов. Есть трудности в Монине и Фрянове. Но губернаторский проект срывать нельзя. Администрация контролирует ситуацию и помогает при необходимости. Мы уже проговорили с управляющими компаниями, кого нужно подпредельствовать на приобретение материалов, чтобы они начали работы. Поговорили с Монтом капремонт, чтобы они вышли найти дома, где нужно ремонтировать круги, чтобы они могли приступить к ремонтам подъезда. Алексей Валов напомнил, что программа предусматривает бюджетное софинансирование, что должно стимулировать управляющие компании. В прошлом году они еще были в напряжении. Будет ли сфинансирование областное закрыто по окончании работы, по представлению актов выполненных работ. Теперь увидели. Значит, у них должен быть настрой другой. Непростой остается ситуация с долгами за энергоресурсы. Задолженность управляющих компаний перед теплоснабжающими предприятиями составляет 473 миллиона. В результате МОС «Энергосбыт» у коммунальщики должны 58 миллионов, Газпрому – 153. Чтобы избежать радикальных мер со стороны газовиков, часть долга району пришлось погасить из бюджета. Завершился прием заявок на премию «Наше Подмосковье». Щелковский район представил 972 проекта и занимает по этому показателю четвертое место. В субботу, 9 июня, на берегах щелковских водоемов пройдет общерайонный экологический субботник. Принять участие могут все желающие. Адреса опубликованы на официальных ресурсах администрации и главы района в соцсетях. Это рабочая неделя на календаре шестидневная, но впереди три выходных в честь Дня России. Подготовку к проведению в Щелковском районе государственного праздника обсудили в рамках оперативного совещания. 12 июня в 10 утра в микрорайоне Чкаловский на Аллее Героев состоится открытие бюста Герою России Андрею Савгиренко – вертолетчику, погибшему в Чечне. Герои у нас в России появляются в ходе совсем непростых действий, когда человек идут на заведомое жертвование собой во имя спасения жизни других или во имя нашей Родины России. Надо всем им, конечно же, прийти и поклониться. В 12 часов дня, 12 июня, праздник пройдет в городском парке. Руководители администрации и глав поселений попросили взять на особый контроль вопросы безопасности во время массовых мероприятий и не терять бдительности, несмотря на выходные. Будем работать и выполнять функции контроля всех мероприятий и, соответственно, дел, которые будут проводиться на территории.